Я управляю парком два с половиной месяца. Главная проблема – это отсутствие элементарного порядка в границах парка, отсутствие взаимодействия между различными природопользователями, властью и управлением парком. Бюджетные деньги, которые выделялись, они разграблялись, они использовались по личному желанию дирекции, научные сотрудники, специалисты по экологическому образованию практически не получали ресурсов для выполнения своих работ, тем более инспектора. Инспектора некоторые брали взятки у рыбаков за то, что они закрывали глаза за нарушение природоохранного законодательства. Огромная территория вокруг парка, которая является частью нашего национального достояния, это степи распаханы, примерно 80% распахано, украдено у парка. И это создает огромный конфликт с интересами государства и интересами тех, кто это захватил. Но, как правило, это крупные фермеры, а не конкретные местные жители. Огромная проблема регулирования рыболовства. Местные жители, которые исторически там живут и имеют полное право по конституции и по традициям пользоваться ресурсами, они фактически ущемлены и считаются многие из них браконьерами. Их вынужденно сделали браконьерами. Монополия за некоторыми компаниями, которые диктуют фактически поведение на этой территории. Следующий аспект — это водообмен. Водообмен — это как главная кровяная артерия, это прорвы, которые должны давать морскую воду. И лиманы живут только благодаря водообмену. Исторически малые реки питали эти лиманы, но сегодня они фактически все высохли. И если не будет водообмена с морем, это будет просто катастрофа. С другой стороны, очень много рыбы, прежде всего кефали, весной должна заходить на нагул в лиманы. Эти Тузловские лиманы — это единственные водоемы на Черном море в таком вот комплексе остались, которые принимают эту кефаль на нагул. Она там растет очень хорошо. И если не создать нормальные экологические условия, то и она не будет заходить, люди не будут иметь доход. И, естественно, этот вид будет вырождаться, как когда-то было со скумбрией. Скумбрии было больше, чем кефали. И думали, что она никогда не закончится. Но сегодня скумбрии нет. Кефаль может тоже постичь такая участь. Следующая проблема — это захват территории под строительство. У нас у парка воруют акваторию. Вот есть такой малый Сасек. Там есть ряд бизнесменов, представителей геокадастра, есть бывшие чиновники администрации, которые фактически отхватили часть парка и отсыпают его грунтом. Это водная гладь, там, где живут птицы, где рыбы размножаются. И строят всевозможные дачные комплексы. А глава администрации в прошлом построила даже там церковь на этом болоте. И нам приходится, конечно, каждый день держать на пульсе эти проблемы и, естественно, информировать и министерство, и общественность через разные каналы с тем, чтобы мы, показывая последовательность решения этих проблем, искали поддержку у власти в правовом поле. Мы декларировали, что мы работаем на принципах порядочности нашей команды, профессионализма и прозрачности. И мы это будем делать, насколько хватит сил и возможности у нашей команды. Проблем еще очень много мелких и других, но это отдельная тема. Философия управления этим парком за пять лет была абсурдной. То есть те, кто управлял парком, они фактически унижали людей тем, что требовали от них взятки. Они наживались на этом. Мало того, что они бюджетные деньги воровали, они еще не давали возможность местным жителям достойно жить. То есть чтобы рыбаку местному ловить рыбу, ему надо соответствующие деньги занести в определенное место. И сейчас, когда мы пришли, мы стали декларировать прозрачный механизм работы, что парк создавался не только для охраны дикой природы и биологического разнообразия, а парк создавался для местных жителей, чтобы местная экономика росла. Она может расти на традиционном природопользовании. Это рыба, это выпас скота, это сенокошение, естественно, на развитии рекреации. Такого благодатного края с огромной протяженностью морского пляжа, 35 километров, пока еще не застроенного, с такими огромными бриллиантовыми ресурсами этого песка, никто не сможет поспорить у нас на Черном море. Если возьмет Черное море, таких масштабов нигде нет. И местные жители могли бы зарабатывать на этом, развивая зеленый туризм, экологический туризм, сельский туризм. Когда мы это рассказываем в громадах, то процентов 95 где-то людей полностью поддерживают нас. Но находятся те, которые не хотят соблюдать правила игры, которые работали долгое время под куполом каких-то олигархов, которые жили не в согласии с законом, и они дестабилизируют ситуацию. Мало того, что они дестабилизируют ситуацию, их использует и глава администрации районной, Белинский Олег Петрович, и глава районного совета, Дон Коглов Виктор Георгиевич. Они сегодня играют на руку тем мелким олигархам, местным князькам, которые узурпировали ресурсы. И когда мы это доносим до местных громад, они полностью нас поддерживают. И мы хотим сейчас формировать громады трензийных рыбалок, чтобы они получали приоритетное право на лов рыбы, чтобы местные жители получали право на выпас скота, на сенокошение. Но, естественно, все в рамках закона. Мы категорически не возражаем, чтобы регион развивался и был одним из лучших. Но мы говорим им, мы сегодня это не можем сделать. Мы хотим вашей поддержки. Если вы хотите нормально жить, стабильно, и чтобы ваше поколение жили достойно, помогайте нам. И практически во всех громадах у нас есть поддержка. Моя ежедневная работа видна благодаря Цукербергу Марку. Я каждый день пишу на Фейсбуке. Каждый день пишу о том, что происходит в парке, какое явление я выявил, какие нарушения. И из-за того, что я пишу на Фейсбуке, на меня сейчас подают в суд. Якобы я кого-то там обидел. Меня вызывали в полицию за это. Я им объясняю, что это такие технологии. Да, это может быть средство массовой печати, если кто-то так считает. А может быть и нет. Я могу это все стереть. Но я принципиально этого не делаю. То, что я написал, я никогда не вытираю. Это моя точка зрения. Я привык 30 лет так работать. Я охраняю природу. Я хочу, чтобы люди видели мои последовательные действия. Только тогда можно понять логику моих действий и то, что я декларирую. Поэтому я постоянно пишу на Фейсбуке. Очень много средств массовой информации перепечатывают, берут оттуда информацию. Естественно, я информирую постоянно министерство обо всех нарушениях. Но происходит такая ситуация, что я письменно пишу докладные, а мне иногда звонят оттуда и говорят, ну зачем вы пишете? Вы не можете позвонить, сказать нам, какие проблемы. Я говорю, нет. Я только буду фиксировать официально, письмами. Вы мне официально отвечаете, потому что это серьезное дело. Слова не подошвешь ни к чему. Обо всех нарушениях, которые я выявляю, тем более я пригласил финансовую инспекцию, она работает уже три недели у нас, она находит немало нарушений, скажем так. Через несколько дней она закончит работу, и потом это станет тоже достоянием прессы. Видимые результаты, вы знаете? Конечно. Конечно, вот когда я только первые дни приехал, я поехал на косу, в сторону косы песчаной, чтобы увидеть, как она охраняется, как инспектора работают. Огромное количество средов от джипов, огромное количество, а это нельзя там делать, да? Мы нашли спонсоров, которые издали нам, выполнили красивые аншлаги, где написано что-то, Тузловский лиман, Национальный природный парк, где написано «Въезд запрещен». И мы расставили такие знаки, которые, слава богу, уже сдержали такой натиск, да? Мы очень опасались, что их расстреляют охотники. И мы увидели, что да, они себе стоят, уже меньше следов, то есть это первый результат. Мы заявили охотникам всем, что мы не возражаем, чтобы вы охотились в принципе, да? Есть отдельные нормальные охотники, которые соблюдают правила, но в границах парка вы не имеете права. Вы можете стоять на границе с парком, если мы поддерживаем экосистему в хорошем состоянии, и наша дичь, наша фауна, очень жирная, богатая, она хочет выйти, выйдет. Ну такая ее доля, такая ее участь, вы там ее расстреляете. Но в парке ни за что. Теперь уже мы находим понимание. То есть люди начинают понимать, что мы декларируем, мы выполняем. Что касается некоторых баз, которые считались охотничьими, вот есть такая база, называется база Горбурова, да? Там было все время скопление каких-то охотников. Были чучела, были какие-то периодичи. Мы поставили жесткие условия. Вы хотите находиться на этой территории и иметь свой бизнес, да? Пожалуйста, но не охотничьей. В парке запрещена охота. Пожалуйста, все ваши строения передекорируйте в красивые какие-то навесики из тростника, из дерева, чтобы туристы по зеленому туризму, да, приходили к вам, оставляли вам деньги за чай, кофе, за сопровождение. И зарабатывайте на этом. Но не портите имидж парка, потому что все это ржавое, все это расстрелянное, оно не создает никакого уюта и удовольствия. Вот такие мелкие вопросы мы уже решаем. И я надеюсь, что их будет становиться все больше и больше. У нас сейчас, благодаря спонсорам, Наталья Элис такая нам помогла, красивый сайт мы разработали. На этом сайте будет волонтерская программа. По этой программе есть ответственные, к ним уже обращаются люди издалека, из Киева, например, один предприниматель, который очень любит археологические ценности, готов приезжать в деревню, которая занедбанная, там уже практически нет местных жителей, или там 3-4 местных жителей. Он хочет там поселиться и восстанавливать за свои средства курган, красивейший курган скифский, который разрушен в процессе джипинга этого. Он будет восстанавливать там земельные ресурсы, высаживать там семена и своими детишками будет помогать нам. Таких волонтеров будет у нас очень много. Границы парка установлены указом президента 1 января 2010 года. Эти границы незыблемы, но пройдет время, оно будет диктовать нам, как развиваться дальше, тем более у парка нету зоны стационарной рекреации, то есть негде строить кемпинги, мотели, отели. Это очень...